Ребят, всем привет! Познакомьтесь, это Наталья, мы сегодня с ней познакомились, и сейчас я задам ей несколько вопросов. Наталья, скажите, пожалуйста, какой ваш род деятельности основной? Мой основной род деятельности это образование. В образовании 25 лет, физмат, я учитель информатики, я зауч, я работала программистом в управлении образования, заучим по воспитательной работе, по научно-методической работе. Отлично, то есть вы учитель, грубо говоря? Да. Наталья, расскажите, пожалуйста, каким образом вы попали в компанию ОЛЭР? Очень случайно я попала в компанию, я была в поиске и искала удобную работу в интернете, чтобы, находясь дома, не выходя, не перемещаясь по пробкам, заработать себе, ну, скажем, какие-то средства, которые превзойдут ту пенсию, которую мне было обещано государству. Отлично. Если я правильно понял, к вам незнакомый человек постучался в интернете и рассказала об ОЛЭР, и вы были открыты в этот момент к предложению. Абсолютно так, да. Я искала себе работу дополнительную, потом поступило мне сообщение открыто-неоткрыто, и я была категорически открыта. Она попросила номер телефона, и я без оглядки дала свой номер телефона. Я подумала, что телефонный звонок ничего не изменит. Ну, вот, к радости большой, этот телефонный звонок изменил мою жизнь. Мы поговорили с женщиной, познакомились, она тоже учитель была, у нас были общие интересы. И когда она сказала, что немецкая компания, вот немецкая просто как-то меня вела в тонус, потому что я догадывалась, что это был сетевой маркетинг, я к нему относилась плохо. И для себя в жизни никогда не рассматривала этот вид деятельности. Но вот благодаря женщине в двух словах как-то она к себе расположила, и это была отправная точка, которая изменила мою жизнь. А вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, почему относились плохо, и что повлияло на то, чтобы ваше мнение поменялось? Относилась плохо, потому что встречалась с людьми, которые не вызывали у меня доверия. Какие-то боги и люди, которые с клетчатыми сумками носили продукцию, которую никто не хотел смотреть. И вот именно в таком виде я себя точно не рассматривала. То есть у вас был стереотип к сетевому маркетингу, как что-то ходить, продавать? Ну, конечно, да. А сейчас почему поменялось мнение? Ну, потому что я сейчас это рассматриваю как вид деятельности интернет-предпринимательства, и оно мне очень нравится. То есть вы поняли, что не нужно ходить с сумками и продавать, и что в принципе сетевой маркетинг – это что-то другое? Ну, я не умею продавать, и, наверное, не научусь никогда, и не стремлюсь это делать. Ну, по дороге, пока мы ехали, вы мне рассказывали, что вы продали продукции почти на 20 тысяч рублей, поэтому это немножко не сочетается с тем, что вы сейчас говорите. Получилось. Ну, это бывает, да, в ЛФ такое часто бывает. Вроде не хочешь, а покупают. Не хочешь, а покупают. Да, и абсолютно никому не навязывать. Мало того, я даже иногда скрываю, потому что много у меня всяких комплексов по этому поводу. Советские тараканы в голове, что продавать – это плохо, и я вообще не продаю. Ну, и можно сказать, заключительный вопрос. Какие цели вы перед собой ставите? Зачем вам ЛР? ЛР, если большие, чтобы жить и радоваться, потому что уже месяц с ЛР я, и месяц я живу, и я живу очень радостно. У меня всегда хорошее настроение, мне это замечают окружающие люди. Я генерирую вот эту радость, и они спрашивают, а что с тобой происходит? Вот, наверное, это самое лучшее. И в плане жить. Да, и вот и в конце еще я спрошу, вы рассказывали, что из-за больших нагрузок на работе вы приходили с работы и лежали. Да. Что же повлияло на то, чтобы вы перестали лежать? Необходимые условия в этой компании – покупать продукцию. И когда я обращаюсь к некоторым людям, мне говорят, что покупать я не буду. Я была готова купить, пойти на эти жертвы, хотя думала, ну, вдруг мошенники, но если я 2000 потеряю, ну, как-то переживу. Если бы я просто проходила мимо и увидела литровую банку с алоя за любые деньги, тем более за те деньги, которые там есть, я бы ее никогда не купила. Сейчас я думаю, что если даже все закончится, и я останусь только я и банка алоя, я обязательно ее куплю, даже если не будет бизнеса. То есть вы уже поняли ценность самого продукта? Да. И ценность продукта понимается только через личный опыт и через личное использование? Этот продукт на самом деле бесценный, потому что я со своим здоровьем пришла к тому моменту, когда я не хочу обращаться к врачам, потому что знаю, что они мне предложат. Они мне предложат горсть таблеток и дальше медленное угасание. И я не могу ничего не делать, потому что состояние достаточно плохое. И вот этот живительный продукт, он вывел меня из этой ситуации. То есть это тот выход, который для меня на сегодня единственный. Ну, я так понимаю, очень серьезные нагрузки на работе, потому что вы мне по дороге рассказали, что вы проводите 11 уроков для 4 или 5 классов. То есть я понимаю, насколько это морально непросто. Для 5 параллелей классов. Для 5 параллелей классов. В каждом классе по 30 человек. Да, 30 человек. Ну что, Наталья, от себя я вам пожелаю, чтобы самое главное, вы очень хорошо себя чувствовали, чтобы у вас было железобетонное здоровье, чтобы у вас были железные нервы, так как вы преподаватель в школе, и чтобы в бизнесе ЛР у вас все планы потихоньку-потихоньку реализовывались. Спасибо. Всего доброго вам. И спасибо вам за интервью. Я очень рада, что с вами познакомилась. Всего доброго.